В руках у меня сейчас настоящий монстр от компании Huawei, и не только потому, что здесь внутри крутая камера у смартфона, точнее даже 4 камеры от Leica, вот смотрите, и это всего лишь одна из 10 особенностей, про которые я вам сейчас собираюсь рассказать. Собственно говоря, 10 ключевых особенностей смартфона Huawei Mate 30 Pro. Так, ну нам надо с чего-то начать, давайте для начала откроем коробку, что ли, да, посмотрим, как выглядит смартфон, и это, собственно говоря, будет его первая фишка, а именно внешний вид. В наше время удивить кого-то внешним видом смартфона довольно тяжело, потому что все они похожи друг на друга, как две капли воды, и поэтому дизайнерам приходится изрядно так попотеть, чтобы выделить свой продукт на фоне остальных, и самое главное, чтобы он был узнаваемый, чтобы вот так. Посмотрели на меня и сказали, ага, у него Huawei Mate 30 Pro, в данном случае дизайнерам стоит отдать должное, дизайн смартфона получился довольно изысканный, он выглядит очень круто, при том, обратите внимание на экран, который сразу бросается в глаза, да, точнее то, насколько сильно он закруглен. Здесь закругления идут с обеих сторон, смотрите, что с левой стороны, да, вот, что с правым поворачиваем, при том, экран закруглен до критических, я бы сказал, значений, наверное, можно было бы закруглить его еще и дальше, но тогда случайных нажатий на экране, наверное, было бы не избежать, и к тому же некуда было бы воткнуть кнопки управления, хотя она и так здесь, смотрите, всего одна, вот она красным выделена, вот, эта кнопка у нас включения и блокировки, а кнопок громкости здесь, смотрите, вообще нет, то есть эта грань полностью пустая. Соответственно, сразу возникает вопрос, а как здесь тогда изменяется громкость? Это следующая фишка. На самом деле все сделано очень удобно, и мне нравится, что эта функция отлично реализована как для левшей, так и для правшей, для изменения громкости нужно всего лишь вот сбоку тапнуть, и у нас, смотрите, появляется вот такой ползунок, при том, смотрите, мне даже не нужно вот на сам ползунок нажимать, это можно делать вот боковым прикосновением к экрану. Это, соответственно, если мы держим смартфон в левой руке, если же мы держим смартфон в правой, то все то же самое, просто тапаем вот так сбоку, и у нас появляется точно такой же ползунок. Также здесь можно управлять громкостью, соответственно, там вибропозвонок поставить, да, можно открыть расширенный громкость, там, мелодию, будильник, вот это все дело переключается очень легко. Довольно отзывчивая штуковина, на самом деле, и очень грамотно реализована, вот что именно нам не нужно палец никуда заносить, да, то есть все четко на боковой грани делается, это классно. Так, окей, с боковыми грани мы разобрались, справа у нас есть только кнопка включения, левая грани у нас абсолютно пустая, она цельная. Что касательно дальше внешнего вида, да, нельзя не обратить внимание на заднюю сторону, у нас здесь 4 камеры, вписанный круг, выглядит это все дело премиально. Но мы к ней еще вернемся, сначала я хотел бы про возможности фронтальной камеры вам рассказать. Фронтальная камера здесь находится в челке, а рядом вы можете обратить внимание, есть еще две точки, это специальные датчики, которые отвечают за умные функции, например, такие как управление жестами. Здесь это реализовано довольно интересно, и я просто покажу это наглядно. Для этого достаточно открыть вашу галерею, либо какой-нибудь поисковой запрос в браузере, например, да, любая страница, которую можно скроллить, вот, допустим, поисковые запросы. Вот так подносим над смартфоном руку, и вот таким жестом, а? Магия! Когда мы подносим руку над смартфоном, смотрите, он определяет жест, соответственно, вот у нас он видит расправленную руку, и мы можем вот так ей махнуть, и, соответственно, вот так происходит скролл. Ну, прикольная же функция, согласитесь, что во времена, когда, в принципе, особо технологии в смартфонах не развиваются, все под копирку как один, вот такие фишки, они как раз таки и выделяют устройство на фоне остальных. Помимо управления жестами, здесь есть специальный датчик, который отслеживает положение вашего лица в пространстве, и с этим тут тоже есть пару фишек. К примеру, автоматический поворот экрана. В Android он у нас реализуется с помощью вот такой кнопки, соответственно, мы можем его выключить, да, и, допустим, если мы откроем какую-то фотографию, вот так повернем смартфон, у нас ничего крутиться не будет. Но это удобно не всегда, соответственно, если мы включаем эту функцию, да, та же самая фотография, поворачиваем смартфон вот так боком, и она у нас поворачивается. Но бывают моменты, когда эта функция нам не всегда нужна. Например, если мы, допустим, читаем какой-то текст и делаем это лёжо, да, каждый раз вот это включать и выключать автоповорот экрана, но это неудобно. К примеру, мы вот так ложимся, и у нас контент поворачивается боком, а нам этого не нужно. И вот чтобы этого не происходило, здесь есть умная функция, которая распознает положение вашего лица. То есть, все делаем то же самое, смотрите, вот я смотрю четко на смартфон, вот точнее, даже сейчас, вот сначала я не смотрю, поворачиваю смартфон, видите, у нас контент поворачивается. Но, как только я начинаю на него смотреть, он это определяет, и смотрите, я наклоняю лицо в месте смартфона, и магия, картинка остается на месте. Соответственно, обратно все то же самое. И это работает с абсолютно всем контентом, который рассчитан на поворот. Не важно, читаете вы статью, смотрите видосик какой-то в интернете, либо же рассматриваете какую-то фотографию, да, но, с другой стороны, здесь есть еще и обратный эффект. Для этого мне нужно будет встать, смотрите, вот, та же самая фотография, которую мы сделали на этот смартфон. К этому мы еще чуть позже, вернемся к камерам, сейчас вот пробуемые функции. И вот, смотрите, фотография повернута ко мне, но, если я пристану, мне нужно встать, и если я поверну вот так лицо, то фотография поворачивается за мной. Как вам такое? Смотрите, я поворачиваюсь обратно, и фотография следует за мной, при том, происходит это довольно быстро. Вот что классно. Я просто кручу лицом, даже, наверное, вставать, может быть, не надо, смотрите, вот так. Поворачиваю лицо, и фотка крутится за мной. Ну, это же настоящая магия. Совсем скоро мы уже перейдем к камере, а точнее, к камерам. Напомню, что их здесь 4, и на них нужно будет услышать поподробнее. Но перед этим нужно сначала регулировать вопрос, вот Huawei и приложения гугловские. Наверняка вы слышали о том, что есть некий конфликт того, что здесь нет предустановленных Google сервисов. Соответственно, тут нет ни YouTube, ни Play Market, здесь нет ничего. Но зато тут есть Huawei App Gallery. Открываем ее, и видим, что здесь, соглашаемся сначала со всеми условиями, и здесь есть, в принципе, все необходимые для жизни приложения. Ну, там, не знаю, вот, смотрите, игры, как бы вот это все уже давно локализовано. Ну, то есть, нету такого, что нужно как-то обходными путями что-то скачивать, какие-то там получать разрешения. Вот, я даже не знаю, на самом деле, что там нужно было раньше делать, чтобы скачать какой-то контент, потому что его не было. Сейчас он есть. Большинство приложений, на самом деле, здесь реализовано. То есть, вот там даже, смотрите, предлагает автоматический поиск ВК. Вот, просто нажимаем, вот, пожалуйста, эти ВКонтакте, Одноклассники. Одноклассники, там, допустим, не знаю, какие-нибудь сервисы, типа, вот, если набрать Яндекс, да? Вот, кстати, Яндекс Погода мне сразу выдает. Все это уже давно есть, при том, это не предустановлено. Если не хотите, установить не надо. Если хотите, просто вначале можно галочки поставить. Как только запускаешь это приложение впервые, он сразу предлагает самое популярное предложение установить. Но, при этом, если мы здесь наберем, допустим, какой-нибудь сервис, например, тот же самый Facebook, да? Либо Instagram, то нам ничего не находится. Смотрите, Facebook не находит. Нажимаем на поиск и видим, что вот есть какие-то сервисы для скачивания фотографий с Instagram, но самого приложения нет. Потому что у Китая есть некоторые моменты, вот, именно с американскими какими-то разработчиками, с американскими приложениями. И поэтому вот именно в AppGallery их нет. Здесь много приложений, в принципе, уже есть, они реализованы. Но, что делать, если все-таки нужен банальный YouTube, да? Что делать, если нужен Facebook, нужен WhatsApp и вот эти все приложения? На самом деле, опять же, никаких танцев с бубнами, ничего сложного. Сейчас покажу, как в два клика это все установить. Самый простой способ, это в браузере просто набрать APK Pure. Вот, смотрите, он сразу высвечивается. APK Pure. Это даже не как отдельное приложение, это просто сайт. То есть, ничего даже скачивать не надо. Здесь, в поисковике, сразу есть все нужные нам приложения. К примеру, если мы захотели скачать WhatsApp, да? Просто вот вводим в поиски WhatsApp, он нам сразу высвечивается. WhatsApp Messenger. Вот он. Смотрите, нажимаем. Нам предлагает скачать APK 27 мегабайт. Вот, собственно говоря, и все. Я не понимаю вот этой повсеместной паники, когда говорят, что вот на Huawei ничего скачать нельзя. Там все зашито, зашифровано, надо танцы с бубнами. Люди, что с вами не так? Все вот в два клика делается, даже никакие пароли, ничего вводить не надо. Установка у нас завершена. Смотрите, нажимаем открыть. И вот у нас запускается WhatsApp. Все, принять, продолжить. Вводим номер телефона, все работает. Точно так же можно скачать Facebook, можно скачать Instagram, можно скачать YouTube и все вот эти приложения, которых нет в AppGallery. Но, опять же, да, чтобы было еще проще, это раньше было такое, что приложение нужно было искать как-то вручную. А сейчас, смотрите, все самое популярное, вон, TikTok, Fortnite, Яндекс, Кит Мобайл, Сбербанки, Яндекс.Такси тут есть, Иви, Алиэкспресс. Все это вот есть непосредственно внутри самого приложения AppGallery. Поэтому я надеюсь, что вот с этого момента вопросов по типу, а можно ли на Huawei установить такое-то приложение? Да, на Huawei можно установить все, что вам нужно. И делается это, ну, реально тут каждый разберется. Тут реально вот два клика нажал, и у тебя все работает. Кстати, еще один способ получить доступ ко всем этим приложениям находится также в AppGallery. Это приложение PhoneClone, которое позволяет скопировать ваше предыдущее устройство. Если на нем есть и тот же самый Facebook, WhatsApp, YouTube и Google сервисы, то их без труда можно перенести на Huawei Mate 30 Pro. После установки приложения нам предоставляется выбор, с какого именно устройства мы хотим перенести все данные. Тут даже, смотрите, iOS есть, то есть, ну, вообще без проблем все переносится. Просто выбираем тип устройства, дальше сканируем вот такой QR-код, и, соответственно, доступ к любым сервисам Google, YouTube, Facebook, все, что у вас было на предыдущем телефоне, все без проблем скопируется на Huawei Mate 30 Pro. Ну, а теперь, наконец-то, переходим к камерам. Как можете заметить, здесь это лейка, это уже, как минимум, переводит смартфон в разряд профессионального аппарата в плане съемки так точно. Внутри установлен сверхмощный сенсор на 40 мегапикселей, а вкупе со сверхчувствительной оптикой, слушайте, на этот аппарат можно снимать полноценное кино. Мы немножко его протестировали, и вот посмотрите, как на нем выглядит картинка. А если еще и фирменную обработку цвета от лейка задействует, так вообще получаются настоящие шедевры. Когда берешь подобный аппарат в руки и видишь его возможности, конкретно возможности его камеры, сразу возникает всего лишь одна мысль. Айда, снимать кино! Следующая функция, на которую бы я хотел обратить внимание, находится во вкладке «Еще», и это замедленная съемка. Но это не обычное слоумо, как, наверное, в любом соблюденном смартфоне есть замедленная съемка. Здесь это суперзамедленная съемка, обратите внимание, не в 4, не в 8, не в 32, и даже не в 64. Это сверхзамедленная съемка в 256 раз. Если быть точным, то эта съемка способна снимать, смотрите, 7680 кадров в секунду. И у меня всего один вопрос возникает, с чего? 7 с лишним тысяч кадров на смартфон? Это вообще реально? Честно говоря, я не то что ни у одного смартфона никогда не видел такой съемки, даже далеко не любая слоумо-камера способна это снимать. 7 с лишним тысяч кадров в секунду, это же капец как быстро! Или наоборот, медленно? Или все-таки быстро? Так какая разница, пойдемте на улицу проверять. Для проверки сверхзамедленной съемки у меня уже есть вот такая знакомая всем, наверное, подписчикам моего канала Катана и бутылка с водой. Что мы будем делать дальше? Смартфон у нас закреплен на штатив. Самое крутое, что здесь есть функция автостарта, то есть даже оператор не нужен. Мы выставили специальные параметры, поставили бутылку и дальше нам только нужно движение. Как только в кадре начнет что-то происходить, смартфон сам начнет запись, чтобы не упустить все моменты. Собственно говоря, у нас все готово. Давайте разлюбим эту бутылку. Громко было, да? Горлышко у нас куда-то отлетело. Вот. Я не знаю, как вы, я ничего заметить не успел, я слышал только громкий хлопок. Давайте посмотрим на 7 с лишним тысячи фпс, как это все выглядит. Итак, заходим в галерею и вот оно наше видео. Мы его еще не посмотрели, но мне уже нравится, как здесь выглядит превьюшка. Смотрите, успелось ли у нас все записаться. Да, вот у нас все медленно идет. И потом вот так хлобыщ. И бутылка у нас просто пополам разлетается. И смотрите, как медленно у нас брызги воды, они как будто бы просто зависли в воздухе. Какого черта? Я, честно говоря, до последнего не верил, что это реально возможно, но эта съемка выглядит лучше, чем на мою полноценную сломую камеру. Так не бывает. Давайте сравним результат замедления в 256 раз. И также здесь еще есть разные режимы. Смотрите, если мы открываем разрешение, то видим, что 7180 фпс у нас записывается в HD режиме. Также есть 1920 фпс и есть 960. Но зато это уже у нас полноценное получается Full HD. Здесь у нас в чем суть? Качество картинки стало чуть-чуть получше, а это значит, что мы можем немножко вот так призумировать. Все, вот сюда мы сейчас устанавливаем бутылку и посмотрим разницу в картинке. У нас было 7680 кадров, теперь 960, но это получается где-то 8 раз, да? Получается, должно быть это видео быстрее. Сейчас проверим. Все то же самое, автоматика. Скажем так, я не совсем четко попал, я прям в крышку. Но все равно был удар, бутылка разлетелась, вода замедлилась. Итак, вот что у нас получается. И тут мы уже прям сразу видим, что все намного быстрее происходит. Вода уже не так сильно застывает в воздухе, но все равно, смотрите, как круто получается. Каждую каплю у нас отдельно видно. Замедленность съемка в целом здесь хороша. Ну вот вам еще раз для сравнения, да, 960 кадров и 7680. Просто посмотрите, какая большая здесь разница. Касательно фотокамеры, какие получаются результаты. Конкретно вот мы тестировали портретный режим. Эту фотографию вы уже видели, да, я показывал функцию поворота на ней. Ну и посмотрите, какой качественный, крутой получается результат. Это конкретно результаты портретного режима. То есть вот эта фотография, вот это, это все портретный режим. И посмотрите, как классно меня камера отделяет от фона. Притом фон тоже выглядит очень естественно. Но так, как будто бы это сфотографировано на какой-то полноформатный вот именно фотоаппарат. То есть прям такая огромная бандурина. Но правда вот это все дело реально со смартфона. Ну то есть результат получается прям очень классно. Ну, то есть, вот, даже вот какие-то сложные ветки, да, вот это все сзади, все отделено, я на переднем плане. Короче, вот именно к портретному режиму нет вообще никаких нареканий. Теперь пару слов про ночной режим. Сейчас каждый смартфон оснащается различными функциями, чтобы можно было сделать какие-то крутые фотографии в темное время суток. Вот примеры того, как, например, мы пофотографировали с выдержкой, и тут все понятно. Скажем так, для фотографии все просто. Поставил выдержку, и у тебя ночью получаются крутые классные кадры, но а что делать с видео? Там нельзя просто выставить выдержки, и у тебя вдруг все светлое, яркое. Получается, нет. В этом есть как раз-таки основная заслуга светочувствительного сенсора и оптики. То есть, здесь получается, помимо ночных фотографий, еще также отлично реализована ночная видеосъемка. То есть, при слабом освещении, так как у нас все сверхсветочувствительное, то результат тоже получается. Собственно говоря, вот сейчас вы видите кадры, которые мы наснимали на этот смартфон в темное время суток. И как мне кажется, опять же, да, судить вам, ну, результат хороший. Учитывая, да, еще раз, что мы это все дело снимаем на смартфон, результат очень даже хороший. Следующий момент, это батарея. Здесь она на 4,5 тысячи миллиамберт часов, что ни разу не мало. Плюс, так как это Android, здесь мы можем ее всячески оптимизировать и даже посмотреть, какие приложения у нас больше всего нашу батарейку подъедают. Естественно, тут есть поддержка зарядки на 40 ватт, fast charge, все дела. Но, помимо этого, зацените, какой еще есть пункт. Беспроводная зарядка устройств для друзей, например. Ну, всякое бывает. У знакомого мог, например, разорядиться смартфон, да. И почему бы с ним не поделиться зарядом? Смотрите, просто прикладываем смартфон к задней крышке. Вот так это делаем. И хопа, смотрите, начинается зарядка. Как говорится, 4,5 тысячи миллиампер часов, это не так уж и мало. А почему бы не поделиться зарядом с другом? Теперь пару слов про конфиденциальность и снова к фронтальным камерам. Вверху, помимо основной камеры, у нас еще есть датчики, которые распознают, соответственно, ваш взгляд. Это как раз-таки реализует и поворот экрана и так далее. Но в данном случае мне интересна функция, которая называется Private View, которая блокирует какие-то уведомления, если на смартфон смотрит кто-то посторонний. Ну, допустим, мы хотим что-то оплатить, либо войти в социальную сеть. Да, у нас сейчас все на смартфонах завязано, и любое действие подтверждается каким-то кодом, либо смс-кой, которая вам приходит. И вот, допустим, кто-то из-за плеча вам заглядывает в смартфон, и вот если смартфон это видит, то есть какой-то из этих датчиков это анализирует, то, соответственно, уведомление блокируется от постороннего взгляда. И я вам так скажу, это чертовски удобно. Тут, ну, даже без комментариев, это реально крутая функция. И очень странно, почему такой функции нет везде. Помимо этого, Huawei Mate 30 Pro можно вообще назвать, наверное, самым защищенным смартфоном в мире, потому что, опять же, все данные, будь то пароли от входа в социальные сети, либо коды банковских карточек и любая другая приватная информация, она хранится здесь на отдельном чипе, который расположен вне операционной системы. То есть, в случае, если, не дай бог, конечно, но смартфон взломают, то есть удаленно, да, там, в операционную систему, что-то еще, то доступ к вашим приватным данным никто не получит, потому что они хранятся в отдельном чипе непосредственно на смартфоне. Это, ну, как бы тоже классная функция. Опять же, да, можно не бояться каких-то утечек, потому что они здесь, ну, полностью исключены. Что у нас получается в итоге? Как в двух словах можно охарактеризовать смартфон Huawei Mate 30 Pro? В первую очередь, это камера фона, то есть, тут очень много акцентов сделано именно на камере, да, как минимум, это все-таки лейка, сверхчувствительная оптика и все дела. Тут без нареканий, то есть, если нужны классные результаты фотографий и видео, в том числе, в ночное время суток, тут просто без нареканий. Смартфон с этим отлично справляется. Что еще можно про него сказать? Не нужно бояться то, что если это Huawei, то не будут работать какие-то приложения. Я вам наглядно это показал, в два клика, да, все это устанавливается. Собственно говоря, вот такой получается необычный смартфон от компании Huawei с 10, как минимум, это я нашел, ну, 10 вот особенностей, на которые можно обратить внимание. Естественно, их намного больше. Более подробно про смартфон вы можете узнать в описании к этому ролику, там есть все необходимые ссылки. Я же вот именно расставил акценты на том, вот что лично мне интересно, и я думаю, что вас я тоже смог этим заинтересовать. Вот такой у нас в итоге получился обзор. Если оно вам понравилось, не забудьте подписаться вашими лайками, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные обзоры. У меня же на сегодня все. Меня зовут Тимур, и я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо!